Профиль 4.1 несколько выделяется среди остальных 12 профилей, потому что он профиль джакстапозиции, и он как бы мостик между профилями личной судьбы и профилями трансперсональными. Я сказала сейчас очень много странных, непонятных слов, но я постараюсь в этом видео объяснить понятным человеческим языком, что такое джакстапозиция, что такое профиль 4.1, в чем его смысл, как жить-то этому человеку, как быть с этим всем. В общем, сначала расскажу о линиях, то есть просто вот описание профиля, что такое четверка, единица, как это все сочетается, и потом расскажу про теорию джакстапозиции и о том, что это за мостик такой, в чем смысл, в чем уникальность этого профиля. Меня зовут Вика Манифестер, 8 лет я изучаю дизайн человека, рассказываю его людям, вы можете прийти ко мне на чтение карты, это профессиональный анализ, полный профессиональный анализ карты, просто на сессию, консультацию, либо в личное сопровождение. Сопровождение это самый эффективный, быстрый способ начать быть собой и свой дизайн проживать, и уже как бы приблизиться к тому, чтобы жить свою жизнь на максимум. Все эти варианты взаимодействия со мной найдете по ссылочкам в описании, там же вы можете поставить лайк этому видео, что невероятно сильно меня поддержит, поможет развитию канала, можете подписаться, поставить колокольчик, вот это вот все, и обязательно скидывайте своим друзьям видосы про них, чтобы они тоже узнавали себя, это очень помогает тоже развитию канала, потому чтобы набирал он просмотры подписчиков, и я становилась невероятно популярным человеком. В общем, профиль, любой профиль состоит из двух цифр, первая цифра это личность, то, что мы сознательно про себя знаем, понимаем, вторая линия это по дизайну, бессознательное, то, что мы телом проявляем. Четверка это оппортунист, оппортунист это человек, движущийся через возможности, здесь ключевые слова это сеть, друзей, сеть, знакомств, экстернализация, то есть привнесение чего-то вовне. Четвертая линия очень фиксированная на той теме, которой она сейчас интересуется, то есть, если говорить метафорически, любая линия описывается обычной базовой стандартной метафорой дома в дизайне человека, то есть такой двухэтажный дом, первая линия основания фундамент, вторая линия на первом этаже, третья линия на лестнице, четвертая линия это основание второго этажа, и второй этаж, вот это, ну вот, типа один второй этаж есть, и четвертая линия его вот так вот несет, то есть она может нести только что-то одно, Но это смысл зафиксированности четвертой линии на какой-то теме, на чем-то. То есть я концентрируюсь, фокусируюсь на чем-то одном, и это несу своей сети друзей, экстернализация при внесении чего-то вовне. Первые три линии, они личностные, то есть они только про себя, про свою историю, вот проживают именно свой опыт. Вторые три линии, четвертая, пятая, шестая, они уже про других людей. То есть они знают, что другие люди есть. Четвертая линия знает, что другие люди есть и хочет им что-то вынести. Она хочет им рассказать то, что ей интересно. То есть мне интересно что-то, там четвертой линии, да? Я это что-то типа, вот, смотрите, смотрите, какая классная штука, господи боже. И из-за того, что она вот так вот фиксирована, она несет что-то вот одно, у нее есть способность, не знаю, неспособность, как это, склонность отрекаться, отрекающийся человек от того, что она несет. Потому что если люди, которым она это принесла, а это близкий круг, это окружение, да, это люди, которые ее знают, четвертую линию, потому что незнакомцам четверка ничего не несет. Не надо даже пытаться заставлять себя с незнакомыми людьми что-то делать. Потому что это такое сейчас ответвление для четвертых линий. Кажется часто четверкам, что нужно уметь знакомиться с людьми. Вот просто, да, типа подошел там, не знаю, на улице или где-нибудь какой-нибудь нетворкинг или что-то еще такое, типа нужно знакомиться с людьми, научиться, нужно не бояться идти в новые неизвестные места, в новые компании, вот это вот все. Не нужно. Пятерки делают это легко. Четверкам это не нужно. Вам нужно идти знакомиться с теми, кто вас уже знает, чтобы вот тот человек, который вас знает, познакомил вас с другими. В этом плане нужно просто понимать, что вы не для незнакомцев. Четвертые линии для людей, которые вас уже знают. И поэтому у вас должна быть большая сеть друзей. Говорят, что четвертая линия дружественная, пиздеж и провокация. Она сама не очень любит дружить. Ну, чаще всего. Конечно, есть люди, которые, да, да, я такой дружественный, но их не так много на моей практике. Среди профиля 4.1 и 4.6. Ну, четвертка по личности. И когда этот человек, как бы, типа, дружественность, она в чем? В том, что механически человек с четвертой линией вызывает доверие. Ему хочется доверять, и человек знакомится, подходит и начинает с ним как-то взаимодействовать. Так вот, важно, чтобы у четверки была большая сеть знакомств для того, чтобы вот спокойно двигаться. Типа, я их уже знаю, я могу двигаться. И это и есть суть движения через возможности. Возможности приходят от людей, которые вас уже знают и которых знаете вы. Но, ладно, ну да, вы их знаете, и они вас знают. Так вот, вот эта вот экстернализация, привнесение вовне, да, вот эта фиксированность на какой-то одной теме. Я вам это несу, вы говорите, что это фигня, я такая, ой, действительно фигня, все, отреклись от этого. Либо отрекаются от людей, что типа, я вам это несу, вы это не цените, не видите, все, я пойду к другим. Вот более здоровое поведение, это второй вариант. То есть не отрекаться от того, что тебе интересно, если тебя не приняли, а иметь большие сети знакомств для того, чтобы иметь много возможностей принести то, что вам важно и ценно, тем людям, которые тоже смогут это оценить. В общем, смысл вот четвертой линии, он примерно вот такой. Это очень консервативно зафиксированные люди бывают, бывают, как бы и нет, то есть по-разному, понятное дело, все это реализуется, но в целом четвертая линия очень консервативно зафиксирована. То есть фиксированность, это прям вот такой один из ключей для четвертой линии. И это нормально, и это хорошо, и это правильно и прекрасно фиксироваться на чем-то. Соответственно, вот этот вот профиль джакста-позиции, о котором я в конце расскажу, он вот про зафиксированность, в нем очень много этого слова. По телу. Что происходит у нас по телу? Происходит по телу первая линия. Первая линия – это основание дома, это поиск фундамента, того, на что можно опереться. И когда это исследователь, линия называется исследователь, и она движется от слабости к силе, то есть когда она чувствует, что она не знает, на что можно опереться, то есть она, например, начинает изучать музыку, хочет играть на музыкальном инструменте, совершенно не понимает вообще, как это делать, каким образом, что, то есть она начинает изучать. То есть первая линия исследует то, что ей интересно, прокапывает основание, вот, типа, ну, до основания докапывается, такая, так, вот здесь можно на это опереться, все, я на это опираюсь, мне нормас, прикольно, классно, здорово, типа, после этого она становится тираном, таким деспотом. То есть она начинает продвигать, что вот это основание, все, я вот в этом уверена абсолютно, и я тебе продавлю, что так правильно, и что вот это вот так работает. Вот. И вот это основание, поиск основания, это и есть тема исследования. Когда этот поиск идет, до момента, пока вот человек не зафиксируется фундаментально, есть ощущение того, что я не могу вообще ничего делать, я не могу ничего рассказать, то есть я не уверен, мне нужно еще, еще, еще больше информации, еще, еще больше получить, только неуверенность в себе, в своих силах, в своем знании, подвешенность. Не могу опираться, не могу, да, не могу опереться. Вот. И это тело, которому нужно физически ощущать себя в опоре. Бесконечное количество раз сказала это слово. В общем, и получается что? И получается, что этот профиль, а, ну да, еще про единицу. Она исследует то, что ей интересно, и исследует это в одиночестве. То есть она берет какую-то информацию, идет в свою пещерку, в свою лабораторию, там внизу, в подвале этого дома, и начинает там вот это вот все дело исследовать. И тело, получается, хочет исследовать и быть в одиночестве, прокапывать фундамент, все дела. А личность хочет нести что-то людям. То есть, когда такой человек не имеет возможности прокопать фундаментально и получить телу уверенность, личность этого человека очень боится что-то продвигать вовне, что-то рассказывать, что-то нести. Понятно, что чаще всего люди, которых я встречала, 4-1, они наоборот очень открытые, они очень, ну, как бы много чего пытаются привнести в мир, но это я так со стороны вижу. Внутренние они чаще всего чувствуют, что они делают меньше, чем могут, и они могут, типа, больше привносить вовне, больше экстернализировать. Для того, чтобы это делать больше, нужно позволять своему телу фундаментально на что-то опираться, да, то есть позволять себе исследовать, позволять себе получать знания. Ну и в общем, есть очень много разных техник конкретных, как вам получить больше уверенности в себе, но это я уже даю на сессиях, на консультациях, вообще я почему-то это видео прям в совсем другом ключе веду, записываю, не как я про профили обычно рассказываю, я прям рассказываю, типа, теорию. Не знаю зачем, но так вот идет. Может быть, это так необходимо, посмотрим. Ну, то есть вот такой вот смысл профиля, 4-1. Личность, которой хочется что-то привнести, тело, которое хочет получить уверенность. И чтобы принести что-то кому-то, вынести, нужно сначала, как бы, да, прокопать, исследовать, основания получить, и потом вынести что-то и этим чем-то поделиться. Кажется. Но на самом деле не обязательно сначала, типа, прокопать до конца, а потом нести, потому что прокопать все для первой линии, это невозможно. Вы никогда не докопаетесь, что, типа, все, вот теперь я знаю все. Первые линии всегда знают, что есть еще куда копать и погружаться. Поэтому нужно тренировать способность, выносить вовне то, в чем вы уже сейчас уверены. То есть кусочками, да, получать какую-то информацию, типа, вот в этом я уже уверен, на, вот я вот несу вам это. Тогда 4-1 будет лучше и проще развиваться. Но есть, понятное дело, что вот джакстапозиция, необычность профиля есть. В чем она заключается? Вообще, теория джакстапозиции, это такая основополагающая теория дизайна. Такой вот биверсум, такой вот, типа, что было раньше, курица или яйцо? С чего все началось, да, там, яйцеклетка, сперматозоид, то есть, вот, откуда это все пошло, как это, да, вот. Такая теория, с одной стороны, безвыборности, а с другой стороны, способности человека к свободной воле. Потому что у человека есть свободная воля. И это существует одновременно и не взаимоисключает. Не является взаимоисключающим. Не исключает друг друга. И вот эта теория джакстапозиции, она достаточно сложная. Она такая серьезная. Для нее нужно быть слегка философом, слегка физиком, слегка психологом. Вот очень много всего. Но давайте попробую просто. Что для 4-1, именно для этого профиля, значит джакстапозиция? Это значит, что я фиксируюсь на чем-то важном для меня. И это как бы предопределено. То есть, я как бы двигаюсь на своих рельсах. У меня есть судьба, и я движусь по ней. Но в этом всем все равно есть я и моя свободная воля. И я все равно могу выйти из этой фиксированности. И если я сделаю этот шаг, я сделаю как бы другую ветку судьбы. И типа фиксируюсь уже на ней. Не очень понятно получается объяснять, конечно. Почему это профиль отдельный? Он как бы соединяет профили личной судьбы. Потому что личная судьба это я живу свою судьбу. Я делаю то, что мне важно. И очень важно мне прожить то, что у меня есть. Это профили личной судьбы. А есть трансперсональные профили. Их четыре штуки. Этих семь. Личные семь. Трансперсональных четыре. Это 5.1, 5.2, 6.2 и 6.3. И вот трансперсональные, они такие. Да, у меня есть то, что мне необходимо прожить. Но мне нужно это привнести и дать людям. Вынести это вовне. И об людей уже. Именно на людей концентрация, фокусировка. Они про людей. А вот 4.1, он как бы между ними связь. Что есть и личная, и трансперсональная. Есть там, не знаю, и внутреннее, и внешнее. То есть такая связка того, чтобы фиксировать все в мире, что есть. Что ничего не исключают друг друга. И что невозможно сказать, есть ли судьба, которая предопределена и предрешена. Или у человека есть свободный выбор. Видите, как будто бы или-или, или то, или другое. А вот 4.1, джакстапозиция, говорит о том, что... Есть все. Оба эти варианта есть. Как вам такое? Как тебе такое, Илон Маск? Это вот если очень просто, топорно объяснять. Не знаю, насколько вам понятно. Честно. Не знаю. Напишите комментарий. Не знаю, насколько важным будет рассказать об опыте взаимодействия с 4.1. И может быть кто-то сейчас, после просмотра этого видео, захочет получить подобные характеристики про другие профили. У меня есть профиль 1.3, 6.2 и 4.6 и 3.5. Но они по-другому. Я по-другому их объясняла. Может быть вы захотите, чтобы я как-то так объяснила эти профили. В общем, пишите обязательно комментарии. Если вам это интересно, я буду думать над тем, чтобы это записывать. А заканчивать этот видос про профиль джекстапозиции, про профиль 4.1, я хочу, наверное, тем, что мне очень близко ощущение того, что все сосуществует. И свободная воля, и судьба, и безвыборность, и способность выбирать. Просто наш с вами сознание, наш мозг, он не способен вместить варианты того, как это все может быть вместе. А это как бы парадоксальные вещи. То есть это именно парадоксы. Когда вот типа если одно есть, то второго как бы быть не должно. Но нет. Наше сознание, оно ограниченное. Наш мозг, наш ум, он ограничен. И так, ну и должно быть. Потому что в этом смысл проживания нашей с вами жизни. Ограничиться чем-то, чтобы иметь возможность это исследовать. Но когда мы изучаем дизайн, когда мы изучаем себя через дизайн, мы как бы открываем себе возможность шире взглянуть на мир, выйти из своей картины мира, из своей позиции в метапозицию, в позицию наблюдателя. И посмотреть, а что вообще возможно в этом мире? А как это может быть? Исследовать, какие другие люди, да? Как все это вместе проживается? В общем, дизайн очень интересен. Я очень люблю обучать дизайну, потому что это реально целая философия. Это целая вот отдельный взгляд на жизнь, который потрясающе работает. В котором есть очень много тонкостей и нюансов, которые дают нам возможность понимать, как устроен мир, как устроена жизнь. Поэтому советую вам дизайн изучать. Ну, мне это интересно. Вот поэтому я, конечно, это советую. Если вам хочется обучиться дизайну, чтобы его понимать, у меня есть индивидуальное обучение. Я беру туда вообще не всех, то есть там очень тяжело туда попасть. Но если вам это интересно, значит, есть такая необходимость. Значит, можно попробовать созвониться, списаться, обсудить этот вариант. В общем, какой-то такой видос получился. Пишите ваши комментарии, ставьте лайки, колокольчики, вот это все. И приходите на консультации, но и не только. Если у вас есть какие-то вопросы, вы можете всегда написать в них в личку, и мы можем обсудить какие-то важные темы. Я из них потом выношу много контента. Да, могу что-нибудь снимать, понимать, что вам важно. До новых встреч! С вами была Вика Манифестер. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok